Здравствуйте! Я хочу такую небольшую реплику сделать в духе такого вот жанра, который у меня был на первом образовательном канале, байки Бояршинова. Помните, они были ограничены по времени, там что-то 4,5 минуты. Ну вот, так это ёмко так, это быстро, коротко. Сейчас-то я больше где-то к 10 минутам тяготею, к такой вот, к такой форме. Вот, а тогда было очень коротко. Так вот, я сейчас вам расскажу следующую вещь. Следующая, так сказать, логическая последовательность мысли. Ну, первая последовательность такая. Вот, понимаете, вот, млекопитающие, млекопитающие, это мы, ну и вообще позвоночные, это тоже мы, становятся тем, скажем так, значительнее в интеллектуальном плане. Ничего, что я использую такой термин. Ну, и мы значительные, обезьяны значительные, кошки, собаки, вороны, все, мы в какой-то степени значительные, да? Что-то соображаем, думаем, там, ну, про кошек, собак, про лошадей никто не скажет, что они глупы. Или козы какие были умные животные, да? Вот. Так вот, что я хочу сказать. Тем умнее, чем дольше стадия нахождения таком в дитячем состоянии, в детском состоянии. Чем дольше организм развивается, тем больших успехов можно достигнуть, чем дольше организм живёт на белом свете. Ну, вот, там такая ситуация. Вот, удлинение внутриутробного развития, что, естественно, ведёт к более совершенному формированию мозга, вот у нас, у этих самых, у позвоночных. Вот. А потом ещё после родов, после появления на свет, а вот у нас, у приматов, роды очень тяжёлые, кровавые, это вам не как у кошек, да? Тяжёлые, кровавые роды. А потом ещё долгое время, как у всех млекопитающих, ребёнок зависит от матери. А потом ещё учится, да? Вот он совершил. Вот потому такие умные, потому всякие Эйнштейны там, понимаете, да? Поэтому там всякие, значит, есть такие умники губастые, которые всю маму слушают, она их так всё равно учит, а они Нобелевские премии потом получают. Или на конкурсе имени Чайковского занимают второе место. Это анекдот такой, помните, да? Не помните? Я уже про конкурс имени Чайковского, имени Паганини, простите. Это как с конкурс имени Паганини возвращаются два советских скрипача. Один очень расстроен, он занял второе место. А другой очень счастлив, он занял второе место с конца. Вот. Ну, говорит, ты чего, говорит, раздраиваешься? Ты же, говорит, обзоришься, на всех афишах будет писатель, лауреат, конкурсы, имени Паганини. Ну, говорит, как тебе сказать? Вот если бы я занял первое место, мне бы дали сыграть концерт на скрипке Никола Паганини. Ну, какая тебе разница? У меня вот тебе вон скрипка из государственной коллекции, да, там, понимаешь, гварнери какой-то. Ну, как тебе сказать? Ну, это вот как бы тебе дали пострелять из маузера самого Феликса Эдмундовича. Вот такой вот анекдот был. Вот. Ну, так вот, а это губачненький такой. Вот он второе место занял. Да. Долго его воспитывает. Ну, так вот, я к чему хочу сказать. Вот вы кота Барсик нашего знаете, какой он умный, замечательный, да? Умный до ужаса. А ему всего несколько лет. Вот он за это время так вот поумнел, научился. Мы обычно, вот, есть такой термин у нас, бабочки-однодневки. Бабочка появилась утром, а вечером она уже умерла. Не то, что ее кто-то съел. Ей больше не нужно. Задача ее взлететь и дать потомство. Отложить яйца. Вот так вот. Свершить свой брачный полет, оплодотворить их и отложить яички. А потом из них будет выводиться личинка. А личинка долго-долго-долго-долго будет расти. Знаете, сколько долго? Очень долго, на самом деле. Вот, например, замечательное есть животное. Стрекоза. Слышали, конечно, да? Вообще, стрекоза, который вот летает замечательным образом над всякими водоемами, знаете, как вертолётики такие летают они, в общем-то говоря, как меня учили в старых, по старым книжкам я учился, время жизни ее один день где-то так вот. Ну, может быть, больше, я не знаю. Может, в старых книжке немножко врут, но не месяца, не лет она там живет. А только вот что-то. То же самое комары, кстати говоря. Вот. А знаете, сколько этой стрекозе обычно бывает лет? Ну, по крайней мере, некоторым видам 17. А на 17 лет живёт в водоёме личинка. Она хищничает, охотится на личинки комаров, вот этих самых малярийных. Чем стрекозы важны? Защищайте, оберегайте стрекоз. Потому что их личинки, которые, вот они, их жизнь, основная стадия личинки, 17 лет, они убивают, убивают и убивают малярийных комаров. Личинки малярийных комаров. Те, которые разносят малярию. Вот видите, какие важные животные, да? 17 лет. Прикиньте, редкая кошка до такого возраста доживает. Да обычно не доживает до такого возраста. Но они такие умные, замечательные собаки. А представляете, наверное, какие, наверное, умные личинки. Просто мы с ним в контакт войти не можем, да? У них система зрения другая. Вот нам умными глазами заглянет в душу пёс. Или коза. Вот у нас была коза Манька. Как она умно глядела в глаза. Ну, Барсик, вы же сами знаете, какой он умный. Он тут всё время тут у нас на нашем канале мелькает. Вот. А представляете, а у неё просто глаза не те фасетчатые. Там вот так вот не заглянешь в душу, что-то, да? Она просто нету этого контакта, да? Ни поговорить, ни помурлыкать, ни в глазки заглянуть. А может, они очень умные за 17 лет-то? Ну, понятное дело, что, наверное, у них там нет университетов. Нет какого-нибудь там философского факультета. Или что-нибудь типа экспериментальной ядерной физики. Ничего этого, я так думаю, у них нет. Просто не сформировалось. Ну, наверное, большого ума они всё-таки животные. Так я вам скажу. Да, насекомые. Но насекомые-то тоже животные. Вот такие вот дела. Не знаю. Может, это на 1 апреля разместить? Ну, такое рассуждение безответственное, в общем-то говоря. Я же не этот самый, не энтомолог, хотя в детстве читал внимательно книжку юному энтомологу. Внимательно её изучал. Энтомология. Наука о насекомых. Ну, теперь самое неприятное место для некоторых людей, которых жаба душит, поделиться со мной 10-ю, 15-ю рублями, 100-ю рублями, 1000-ю, 10-ю тысячами, 150-ю миллионами. Ну, хотя бы на старые деньги. Вот. Их эта жаба-то душит. Ну, можете, тем не менее, вот, послушать всё, что я вас прошу. Я прошу вас прислать мне денег. На меня есть для этого номер Сбербанкской карточки, внизу под видео он написан. Номер счёта в Сбербанке. Туда можете вообще регулярный платёж запланировать и больше обо мне не вспоминать. Банк будет сам помнить. Донейшн Алерс. Есть ещё такая, значит, ссылка. Пройдя по ней, можете задонатить мне вот через эту систему. Донейшн Алерс, так говорят. Есть ещё ссылка, чтобы стать спонсорами моего канала на Ютубе. Или через Ютуб деньги будете гонять. Ну, а есть ещё PayPal, международная система платежей. U-Money. Раньше это называлось Яндекс.Деньги. U, кстати, русская, и Маня английская. Вот. Юмани, Киви кошелёк, кошелёк ВКонтакте. Ну, так, самое простое и милое – это Донейшн Алерс и номер Сбербанкской карточки. Тут всё, не ошибётесь. Вот деньги-то пришлёте или так всё на тормозах спустите? Или мне опять к личинкам стрекозы обращаться? Смотрите, я с ними договорюсь, с личинками-то стрекозы. Козы, они хищные до ужаса.